Как так вышло, что вроде бы такое простое блюдо, как рыба с картофелем, стало одним из национальных в Великобритании? И существуют даже целые рестораны, которые на нем специализируются. Откуда пошел известный английский завтрак? Как часто англичане пьют чай? И каким должно быть настоящее английское чаепитие? Какое блюдо используется для соревнований на воде? И почему самый известный вид английского пива называется «Эль»? Это нам и предстоит узнать в сегодняшнем выпуске. Всем известный Fish and Chips. Одной из неотъемлемых частей британской кухни и неофициальным национальным блюдом Британии считается рыбное филе в кляре. Жареное во фритюре и сервированное картофелем фри. Чаще всего для приготовления данного блюда используют треску. Но можно использовать также сайду или камбалу. Помимо муки и разрыхителя необходим еще и эль. Английское пиво, о котором мы поговорим чуть позже. Все ингредиенты перемешивают до консистенции густого теста. Филе нарезают кусочками в 2-3 см, сыпется сверху крахмал и окунается в тесто. Потом рыбные куски жарят в кипящем растительном масле при температуре 190 градусов до золотисто-коричневого оттенка. Существует еще блюдо Scraps and Chips, которое делается из остатков теста, плавающих во фритюре. Но блюдо обладает сомнительной репутацией. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем его попробовать. Картофель режется брусками и жарится до золотистой корочки. В Южной и Центральной Англии картошка подается с солью и солодовым уксусом. А в Северной и Восточной Шотландии с солью и чаберным соусом. Когда-то давно такое блюдо продавалось на улице, завернутым в старинный номер английских газет. Сейчас же его можно встретить не только в уличных палатках, но и в кафе и даже ресторанах. Harry Ramsdans. Это сеть ресторанов, которая специализируется как раз на данном блюде. Несмотря на то, что рыба и чипсы считаются британским блюдом, придумали его вовсе не британцы. Еврейские беженцы из Португалии научили готовить рыбу в кляре англичан, которые постепенно распространили любовь к блюду. А в 1800-х годах оно активно стало появляться в местных забегаловках. Даже писатель Чарльз Диккенс писал о нем в книге про Оливера Твиста. Что касается жареных долек картофеля, то изначально традиция жарить их в масле появилась во Франции. Современная Бельгия. В Англии блюдо набирает обороты уже в 19 веке, благодаря небольшим семейным предприятиям, которые продавали еду на улице. Закусочные же, в которых можно было заказать такое блюдо, стали открываться и распространяться в Туманном Альбионе в 1860-х годах. Особенно данная пища выручала в военные годы. Рыба была не такой дорогой, как мясо, зато помогала справиться с чувством голода надолго. Во время Второй мировой войны питание выдавалось по талонам, но не фишн-чипс. Фишн-чипс предназначался в основном для военных, которые могли есть прямо по дороге, в грузовиках. С фишн-чипс связано и появление первых доставок фастфуда. В Англии еще в 1935 году кому-то в голову пришла идея развозить блюда по домам на мотоцикле. Full English Breakfast, он же полный английский завтрак, или Fry Up. Представляет собой традиционный завтрак в Великобритании и Ирландии, включающий в себя бекон, колбасу, яйца, чай или кофе. В зависимости от региона, где он употребляется, название варьируется. Full Irish, Full Scottish, Full Welsh. Такой завтрак настолько популярен в стране, что многие кафе предлагают его отведать не только с утра, но и в течение всего дня. Появился он во времена Средневековья, тогда чаще всего было только два приема пищи, завтрак и ужин. Завтрак изначально состоял из того же эля и хлеба, иногда с кусочком сыра или мяса. Щедрые завтраки подавались только на праздники, а в викторианскую эпоху английский завтрак и вовсе стал неотъемлемой частью любой вечеринки и мероприятия. Завтраки были неторопливыми, обязательно с использованием посуды из стекла и серебра, чтобы впечатлить гостей. К завтраку подавались свежие газеты. Такая традиция есть и сейчас. Немало англичан читают свежие новости во время завтрака. При этом во время обеда или ужина это практически запрещено. Сперва английский завтрак стал популярен у представителей высшего общества. Они стали делать его значительно раньше, около 9 утра. Но и среди рабочего класса English Breakfast получил распространение. Плотный и сытный завтрак помогал рабочим оставаться бодрыми и энергичными долгое время. Традиционные чайные церемонии. Для англичан чаепитие это не просто пауза, чтобы согреться горячим чаем. Это целая церемония со своими традициями. Здесь чаю уделяют особое внимание. Важен не только сорт чая, но и посуда, из которой его будут пить. И даже размеры пирожных. Пьют его несколько раз в день. Сначала сразу после того, как проснулись в 6-7 утра. Некоторые пьют его прямо сидя в кровати. Второй прием чая приходится на время английского завтрака. Около 8-9 часов утра. Важно, чтобы отвар был с лимоном или с чем-то еще. Что способно взбодрить на весь день. Далее чай пьют во время ланча, иногда холодный. В 4 часа дня наступает так называемый tea break. Чайная пауза в самом разгаре рабочего дня. А уже через час в 5 o'clock. Еще одно чаепитие, на которое собирается практически каждый. Независимо от погоды и других факторов, которые могли бы помешать традиции. Конечно, со временем чайные традиции стали соблюдаться все меньше. Но до сих пор можно встретить англичан, которые пьют чай строго по часам. Когда-то давно чайная церемония представляла из себя целый праздник, на котором в аристократических семьях устраивали танцы в садах. Одна из фишек чайных церемоний в Англии – добавление в чай теплого молока. По одной из менее известных версий это делалось для того, чтобы чашка не треснула от кипятка. Но по более распространенной версии, раньше чай заваривали очень крепким и молоко добавляли для смягчения вкуса, делая его более мягким. К чаю, как правило, подаются тосты, сэндвичи, пирожные, печенье. Каждый найдет что-то для себя. Принц Уильям больше всего любит печенье МакВитти. Когда его макают в чашку, чай приобретает необычный привкус, благодаря экстракту солода. Йоркширский пудинг. В 1737 году в книге «Весь долг женщины» был впервые опубликован рецепт пудинга на стекшем жире, который сегодня известен как Йоркширский пудинг. Другое его название тогда было «капающий пудинг». Повар из Северной Англии придумал использовать жир, стекавший на поддон, для приготовления пудинга в то время, пока жарится мясо. Сейчас данное блюдо является основной частью британского обеда в воскресенье. Когда-то они были самостоятельными блюдами и подавались как сладкими, так и солеными. В Йоркширском городке Брауби существует свой фестиваль пудингом на воде. Это соревнования, которые были придуманы неким Саймоном Такреем в 1999 году. Делаются лодки из тех же ингредиентов, что и сами пудинги из муки, воды и яиц. Потом их покрывают лаком, чтобы они не расплавились в воде. Дети управляют лодками-пудингами с помощью весел и устраивают на них гонки. Эль. Традиционное английское пиво получило свое название от проиндоевропейского корня и дословно значит «опьянение». Во времена Средневековья этот напиток особенно почитался и так же, как и хлеб, являлся продуктом первой необходимости. Рецепт Эля известен с 12 века и с тех времен переходил из года в год и стал одним из старейших в Англии. Вплоть до 15 века в пивоварении в Британии не применялся хмель, но с 1412 года в Англию ввозят импортное сырье. Свой хмель англичане начнут выращивать в начале 16 века. По составу эль схож с монастырскими сортами пива. Настоящий британский эль можно найти в любом британском пабе. Есть несколько видов английского эля. Pale Ale. Mild Ale. Первый вид – светлый сорт с высоким содержанием хмеля. Второй – напиток медного цвета с малым содержанием спирта. Существует так называемый Indian Pale Ale. Индийский эль. Придуман он был для употребления во время длительных поездок по Британской империи. Есть еще сорт Портер, созданный пивоваром Ральфом Харвардом в начале 18 века. Считается, что такое название сорт получил из-за расположения пивоварни Харварда. Она находилась в районе Большого Лондонского рынка, где было много грузчиков, которым и полюбился этот сорт. А грузчик или носильщик по-английски звучит как Портер. Еще один вариант – английский ячменный эль. Belly wine. Можно перевести как ячменное вино. Крепкое пиво от янтарного до темно-медного цвета. Идеально подходящее для зимнего сезона. Ячменное пиво возникло в Англии в середине 14 века, когда война с Францией прервала импорт вина. Пивовары экспериментировали с бледным солодом, чтобы создать крепкое пиво, выдержанное в деревянных бочках от пары месяцев до нескольких лет. Пиво имело фруктовые характеристики и служило альтернативой вину. Еще один вид – стаут. Пиво с использованием жженого солода, отличающийся насыщенностью вкуса с нодами какао, кофе или ириски. Стауты приобретают характерный цвет от темно-коричневого до черного из-за добавления хорошо обжаренного ячменя. Друзья, у меня все. Если видео вам понравилось, жду заслуженный лайк. Делитесь в комментариях, в какую точку нашей планеты вы бы хотели отправиться и блюдо какой страны попробовать. Пишите, что вам интересно узнать. Факты, события, достопримечательности. Это помогает мне планировать поездки и снимать ролики на самые интересные темы. Например, недавно по вашим просьбам я выпустил ролик про мега постройки в Дубай. У меня также есть второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу и разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях, которые меняли мир. Называется канал SMAPS Education и я рекомендую подписаться на него школьникам, студентам, родителям, если вам интересна тема учебы за границей. На канале SMAPS я рассказываю то, что вам не расскажет преподаватель в школе и университете. И эта информация собиралась целой командой экспертов международного образования за годы работы в России и за границей. Смотрим и подписываемся.